Друзья, приветствую! Алексей из Красногорска прислал посылку с образцами масла Mobil Super 3000 вот подписано Алексей, Ford Transit, 3000X1, формула FE, это полнозольное масло A5B5 с допусками Ford, SLCF, вот описание, автомобиль, 2.2 турбодизель, условия эксплуатации, достаточно высокая средняя скорость, много трассы. Так, баночка свежего с этикеткой и баночка отработки. Так, эталон данного масла у меня есть, поэтому я проверю сейчас свежие от Алексея. Вот я подписываю новое, закладываю пару капель и давайте посмотрим, что намерит прибор. В эталоне щелочное 10 у меня, а кислотное 1,57. Так, прибор намерил, но все очень похоже, 102 процента по противоизносным присадкам, сажи 1 сотая откуда-то взялась. И смотрите, 10 щелочное, один в один как в эталоне и на 2 сотые здесь повыше кислотное. Ну, это предел погрешности, тут такое минимальное отклонение, да и по воде и все, но вот единственная сажа только. Хотя, в принципе, значение пограничное может быть тоже предел погрешности. Ну, эталон один в один. Так, значит, это я сохраняю и можно приступать к проверке отработки. Так, выбираю данное масло. Отработка у нас с пробегом 8 814 километров при средней скорости 37 километров в час. Это 238 вот часов. Топливо используется от нефт Танека. Общий пробег автомобиля 150 450 километров. Вот, в общем-то, вот информация есть. Значит, прибор в отработке намерил противоизноски 71 процент, гликоля 1 десятая. Ну, тоже пограничное значение сажи. На что можно обратить внимание? Сажи 0,33. Неплохая сажа для такого пробега. Так, топливное в порядке. Есть подрастание кислотного 2,84. Получается здесь 1,3. И щелочное 6,7. Да, видно, что воды меньше, чем свежим. Это трасса, высокая скорость, выпаривается все. Ну и запас еще по маслу достаточный. Возможно, здесь есть попадание топлива и противоизноски из него, поэтому чуть-чуть подзавышенное кислотное, на мой взгляд, для 238 моточасов. Ну, это такое, как бы по опыту могу сказать. Так, сейчас покажу вам сравнение отработки. Да, есть небольшое загущение, плюс 29 процентов из 100. Вероятнее всего, есть попадание топлива. Вот. Хотя, с другой стороны, и с сажей могло попасть небольшое количество. Ну, разжижение достаточно такое приличное для трассы. Так, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. И вот прогноз ресурса. Значит, в этом автомобиле при этом режиме эксплуатации масло выдержало бы 16200 километров, 439 моточасов по оксидам азода. Видите? 32400 километров и 875 часов и по вязкости 30400, также примерно километров, 821 моточас. Ну, в общем-то, это, в основном, заслуга, я бы сказал, мотора. Ну, дизель достаточно гуманно относится к маслу. Особенно вот оксиды азота для бензиновых более актуальны. Вот они прибивают чаще всего само масло. У меня там была ошибка. Я когда проверил, предоставил Алексею ошибочные данные. То есть, я вместо 238 часов, ну, нажал соседнюю кнопку, случайно, и указал 338 моточасов. И в прогнозе у него больше 600 моточасов. Так что приношу извинения. Вот эти данные актуальны. Я когда монтировал видео, что-то задумался, что 8800 при средней скорости 37 километров в час не может быть 338 моточасов. Так что вот исправил ошибку, сразу ее не заметил. Но, что можно сказать? Масло хорошо отработало. Ну, прежде всего, это заслуга двигателя. Важнее, я бы даже сказал, состояние, конструкция двигателя, чем бренд, наверное, масла. Ну, понятное дело, что играет роль база масла. Если это просто гидрокрекинг, это одно дело. Если с добавлением ПАУ другое, ПАУ или ГТЛ, лучше сопротивляется окислению в силу чистоты. Вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира! Увидимся в следующих видео. Пока!